Мы просто меж встречи разлук, чтобы количество наших посадок, наших взлётов равнялось числу. Вместество, и в который раз в велёсую пустыни играем кошки-мышки и кто кого. Вот озеро надорванное плёнка и чёрного скелета на рюмеха, по левому борту летит семёнка, а в ней, наверное, духи с ДШК. По правому борту темные горы, подымка, как под газовым шарфом, но руки, натыкаясь на затворы, напоминают это то. Только помнитесь, измерения нете, здесь всё быстрее и опаснее. Полёт на малой высоте, что может быть его пристрастней на малой высоте. Летят в иллюминатор аксюзенты, как будто в телевизоре бурьбой, а впереди уже далёко где-то нас ждёт ещё не начавшийся бой. И кажется в мелькании картинах, что вертолёт, грохочущий, завис, и мчить на нас война неотвратима, и трассерами тянет сверху вниз. Здесь измерения нете, здесь всё быстрее и опаснее. Полёт на малой высоте, что может быть его пристрастней на малой высоте. На малой высоте, на малой высоте. По самой грозной силе в Афганистане А наш пятнистый крокодил в такое место угодил, откуда можно очень редко выйти целым. А сбоку варит ДШК, а ручка прыгает в руках, и через пыль не видно ничего в прицеле. А наш ведомый вот чудак, он всё летает кое-как, всё нравится, не из-под наших нуров трассы. А там внизу мотострелки, и много думать не с руки, опять забыли позывные папуасы. А тут откуда ни возьмись, летит граната сверху вниз, влупили духи очень грамотно сверхушки. И если в капельку точней, не жить бы здесь тебе и мне, пришёл конец бы нашить дом лесной лентушке. Но слава богу пронесло, мы помахали им крыло. А ну давай в ответ в табло из блока нуров! Вы извиняйте вас, друзья, нам не ответить вам нельзя. Наш вертолёт высокой воинской культуры, вертолёт огневого прикрытия, Чистит землю надёжно от духов, вы нам только дымали и трассера. Обозначьте, где сад, где вперёд, площадное устроит накрытие. После нас будет тихо и сухо, ну а что там случайно останется? Пусть пехота потом подотрёт. А там внизу проснулись, друг, кричит наушник. Слышишь, друг? Скорее становитесь, круг, а то нам опа! Левее сто, два дышика, вы им подкиньте огонька. Покуда нам он полполка не перехлопал. Ох ты, родная мазута, мой оператор-музыкант. Сейчас сыграет две руки он духом мессу. Мы, как настроенный рояль, снимаем с клавиш его и оставим родной пехоты интересы. Вертолёт огневого прикрытия, коммунальная наша квартира. Лучше бросить красивую девушку, чем в бою обороты винта. Обеспечить сплошное накрытие наш летучий Т-34. Жаль, обшивка в делах героических. Не во всех сохранится местах. А добрый техник наш Кузьмич, он произнёс красивый спич, Что он опять всю ночь мне штопать дырки ваши. Прости, Кузьмич, прости, родной, империализм всему виной. Мы сдвинем разом алюминиевые чаши. Потом причался БТР, моднострелковый офицер. Нас обнимал и много наливал из флешки. Чего слова-то говорить? Ты вертолёт благодари. Ты приложи, браток, ладонь к своей фуражке. Вертолёт огневого прикрытия. Он подобен настроенной в мире. Партитуру с листа незнакомую Отыграли красиво в шесть рук. Из любой передряги нас вытянет Наш любимый Ми-24. Дорогой наш, дырявый единственный. Настоящий, проверенный друг. Настоящий, проверенный друг. Но самой грозной силой в Афганистане по праву считались войска ВДВ, а также спецназ. Недаром их так боялись, маджахеты. Самые лучшие воины, для которых самым большим наказанием было отстранение от боевого выхода, они не сдавались в плен. Они играли с духами в игру, кто кого передумает. И побеждали, и выигрывали. Спецназ не знает, куда проложен в полетных картах его маршрут. Спецназ внезапен, как кара Божья. Не предсказуем, как страшный суд. Хоть за три моря, хоть за три горя, хоть с ветром споря, а хоть с огнем, взлетает вскоре со смертью в ссоре. Спецназ. Не надо грустить о нем. Двадцать человек Нас много или мало Узнаем, погодя, Когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, Пока качает ночь Звезду над головой. Пока качает ночь Звезду над головой. Коротким был приказ, Куда еще короче Нам топать предстоит Почти что в Пакистан И выйдя на рубеж В течение этой ночи К восходу захватить С оружием караван К восходу захватить С оружием караван Поклялся комполка, Что будут всем награды И тем, кто не дошел И тем, кто уцелел А сам палец сказал Вы справитесь, ребята Но почему-то сам Идти не захотел Но почему-то сам Идти не захотел И вот четвертый час Утюжин эти скалы Вол ночи позади И главное успеть А где-то там вдали За синим перевалом Полсотни посмочей Торопятся на смерть Полсотни посмочей Торопятся на смерть Они заплатят нам За взорванные школы За слезы матерей За выжженный кишлак Шагай, солдат, шагай У них настрой веселый А мы им по утру Сыграем отходняк А мы им по тру Сыграем отходняк Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Пенадцать человек Нас много или мало Узнаем, погодя Когда начнется бой Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала И радуйся, что ты пока еще живой И радуйся, что ты пока еще живой Опять жара за шиньдесят, песни взметнулись и висят И лезешь в бронетранспортер, как в полыхающий костер Выхватывая из огня, по их облегше стола дня А сколько их еще, спроси, пустыню А сколько их еще, спроси, пустыню Шесть дней назад, сказал Аббат, разведка видела отряд Преток границы предыком, намерно, коротко знаком С уазицами на пути, а мы должны его найти А сколько их еще, спроси, пустыню А сколько их еще, спроси, пустыню Гудят вертушки день в ночь, они хотели нам помочь Да разглядишь ты с высока, среди проклятого песка Где разбежали силикры, десяток тех, кто ближе шли А сколько их еще, спроси, пустыню А сколько их еще, спроси, пустыню Во флягах кончилась вода, подбросок неба, не беда Видать, что бьют из кишлаков, они чужие средний скоб Там богатей и правил сласть, плевать им на какую власть А сколько их еще, спроси, пустыню А сколько их еще, спроси, пустыню Шесть дней, пескак, искали тень, седьмой ночный выбор день Подумали лица на конец, недобный ветер, а свинец С бархана, гребня, бухгалка, удалили три ДЖК А сколько их еще, спроси, пустыню А сколько их еще, спроси, пустыню Пускай по семьдесят жара, сегодня лучше, чем вчера Два слова, длинный обход, их прикрывает трекий взвод Четвертый скобин на послов, грамотометный взвод на склон А сколько их еще, спроси, пустыню А сколько их еще, спроси, пустыню Прошло минута или час, какая разница для нас Когда закончен разговор и тащит бронетранспортер Перехватившись за приклад, в тебя стрелявший автомат А сколько их еще, спроси, пустыню А сколько их еще, спроси, пустыню А сколько их еще, спроси, пустыню На прокаленном солнцем дорогах Афганистана любое перемещение, любое движение было связано с риском подорваться на душманских минах. Гуманитарная помощь Запада в основном составляли мины. И очень часто в горах сапер не имел права на ошибку, иначе улетал в трохость целый кусок дороги, и трасса становилась непроходимой. Но чешачил, упаковывал подарки, попотел, видать, на совесть вражей ас. Сделал он под сковородку-скороварку весь опутанный ловушками фугас. Обнаружил утром адскую машину под бетонную дорожную плитой. Приказал сапер укрыться всем плащином. За посуду я ручаюсь головой. Эх, рвануть бы, как инструкция, и глаголит, да не скоро вновь бетонку соберешь. Что-то долго там заснул на мине, что ли? Наконец-то! Выходи, ядрёный вож! Лишь под вечер буркнул. Сняли без помарки, чтоб не думал, гад, что не найдем ключа. Возле ноги в трофейной скороварке постный блин миролюбил зашкварчал. Между пальцев крошки глины, мелких камешков сыпьёк. Откопал до середины, от зарывателя львьёк. Слева провод, справа провод, снизу вовсе чёрте что. И исполнить всегда лишь повод, не сошьёт потом никто, не сошьёт потом никто. Увлекательное дело, тыкать в глину остриё. Вот ещё вернуться целым, вовсе райское житьё. Вот ещё подружка Лана, не затела проводка. Больше ничего не надо, чтобы жизнь была сладка. Итальянская посуда, чиполину их у мать. Вот вернусь так, год не буду, макароны покупать. К вам не дам сейчас заположку, жаль, в спине какой-то зуд. Буду есть одну картошку, из колонии что везут. Под салбо ладонью вытру, отгоню насевших мух. Он, конечно, парень хитрый, на меня тут бывший дух. И ребята из Европы, чьи на корпусах клейма? Капли мне нельзя прохлопать. Из воротов их ума, мне теперь злодейство это С головой своей влезать. Ведь в обход дороги нету, нет дороги нам назад. За открытым, за порогом, что из-под моей руки Начинается дорога для бензина и муки. Вот верёвочка, два ушка, подрываю глинозём. Эх, тихо, тихо, спи, старушка. Сейчас мы кошку принесём. Тихо, тихо, спи, старушка. Сейчас мы кошку принесём. Одним из самых экзотических видов силовых структур были наши пограничники. Расположенные на удалении в ста и в двухста километров от границы СССР, погранзаставы были засекречены. И от них зачастую не знали даже и свои. Но, как известно, в погранвойсках КГБ СССР служили замечательные воины, которых уважали друзья и боялись враги. Хлебаем жизнь под светлым небом, и в клубах поднятые ветром пыли. А нас с тобой в Афгане не было, хотя бы там, конечно, были. Владение техникой отличное, улыбка не покинет лиц, ведь мы с тобою пограничники. За двести верст от всех границ. Мы сидели себе тихо на заставе, и отечество хранили рубежи. Тут из-за горошки ближней то и что справа выезжает непонятно чей-то джиг. А в прицеле разглядели мы уазик. Ну да, в общем-то, конечно, все равно кто-то в зоне боевой заставы лазит. Вот такое вот индейское кино. Тут же вспомнилось назад, как две недели. Из-за этого же скального угла пострелять по нам душманы захотели. Из какого-то китайского ствола тоже там нарисовалась бурбухайка. И вылупило шесть снарядов в белый свет. Отчего сегодня? Ты поди, узнай-ка. Надо быстро отыскать себе в ответ. Пограничная застава! Тридцать восемь человек до соседей слева-справа. Ехать, братцы, целый век мы покрыты пылью славой. От сапога до виска охраняется он державы. КГБ, пограмм войска. А мы на всякий случай подобрали спины и решили на рожон, пока не лезть. Рядом с этим джипом положили мину, чтобы он понял, что хозяин дома есть. А за УАЗиком тут из-за поворота четким строем и с десантом на броне выезжает целый полк мотопехоты весь в сиянии бортовых своих огней. И УАЗик подлетел пыля сердито. Вот сейчас уже я вас достану, стервецов. А из него мужик с таким серьезным видом, с генеральским погоном и лицом. Это что ж за партизанская прихода? И почему на наших картах нету вас? Что за форма? Хочешь стоя? Хочешь подойти? Весь пылает, как горячий кирогаз. А мы, мужчины, без обману объяснили по себе, что мы совсем не партизаны. Погранзастал КГБ, а что ведь такой ребристый? Так извините, чтоб не балл все коммунцы-коммунисты. Такая, видно, нам судьба. А что, на картах ваших нету? А тут вообще вопрос не к нам, у нас особые секреты. И цель вообще у нас одна — защищать страну родную От набегов душманья, пусть холодный ветер дует. Пограничники стоят, ну а если связи нету, То не надо счет и доки, две зеленые ракеты. И езжайте в добрый путь, мы своих всегда прикроем. Все же пристрелено давно, жизнь во мирную устроим. Вот такое вот кино, пограничная застава. До союза далеко честь, товарищи и слава. Нам служилось нелегко. Нам служилось нелегко. Плачет Нюрка, жирная душа, Слезы с кровью смешаются на лапах. Ах, как Нюрка была хороша, Самый тоненький чуяло запах. Плачет Нюрка, а птица летит, Боевая железная птица. Плачет Нюрка, себе не простит, Но ведь плачет, и все ей простится. Гладит Нюрку родная рука, Ей снуть бы хозяйскую руку, Так знакома она так легка. А при черной Нюрке на муку Вертолетной взрезается пол. Весеченные Нюрки на тело Сотню раз она чупила. А в ступенью чуть-чуть не успела. Загрив прошел холодок, Когда запахом на сбоку пахнуло. И на тонкий стальной проводок Порощели лапы скользнуло. И взметнулся огонь из камней, И запахло железом каленым. И хозяин, идущий за ней, Опустился на землю со стоном. И ползла к нему Нюрка, ползла, И лизала его, и лизала. И хребела на помощь звала, И глазами всю боль рассказала. Подбежали к саперу друзья, Обмотали винтами сапера. Он сказал, без Нюрки нельзя. Нет, сказали ему, это горы. Вертолет прилетел по утру, И вдвоем погрузили машину. Ты не плачь, Нюрка, я не умру. Ты не плачь, я тебя не покину. Плачет Нюрка, живая душа, И слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша, Самый тоненький, чуя запах. И вот наконец пришел этот день, 15 февраля 1989 года. Тогда командующий 40-й армии генерал Борис Всеволодович Громов пешком вместе с сыном перешел в пограничный мост Амудалья. Завершилась великая эпопея под названием «Афганская война». С покоренных однажды Небесных мужчин, По зленьям полуденных Назил слоев, Под прицельные залпы На реках ручки. Мы уходим, 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 уходим. До свидания, как Это призрачный мир. Не предстанно в ром Поминать себя в роде, Но отчего-то грусти Боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, Вам видней, Кем были мы в краю далеком? Пускай не судит Однабока Нас кабинетный Торосей. Прощайте, горы, Вам видней, В чем наша боль И наша слава, Чем ты земля Афганистан, И спутишь слезы матери. Нам вернуться Всегда больше не суждено, Сколько нас болело В этом долгом походе, И в Ирландии доделал им полно село. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, И друзей, прощайте, горы, Вам видней, Что вы имели, Что отдали Надежды наши И печали, И печали, Как уж живут В сосреде людей Спокоренных Однажды Невестных вершин По ступеньям Об угрыблень И насчет По прицельным залпам Мы уходим Уходим, 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 уходим. Мы уходим, уходим, уходим. Мы уходим, уходим, уходим. Все вместе мы уходим. Уходим, уходим, уходим